Друзья, всем привет! Меня зовут Камарова Алена, исполнительный директор серии спортивных мероприятий «Тиммермен». И сегодня я для вас проведу брифинг предстоящего казанского триатлона. Ну, во-первых, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы зарегистрировались, что вы участвуете вместе с нами. Для нас это невероятно важно, приятно, и мы все рады всей командой, что эти прекрасные выходные мы проведем вместе в Казани. Давайте начнем. Начнем мы, наверное, с выдачи стартовых пакетов. Она будет осуществляться на территории Акбарс-арены, футбольного стадиона. Что важно отметить, и 20, и 21 августа будут недоступны парковки стадиона, поэтому мы предлагаем вам оставить машину напротив. Там есть большая парковка Мерседес-центра, либо во дворах на улице Чистопольска. Определяйте сами, как вам удобнее, но еще раз хочу повторить, что ни 20, ни 21 августа парковки будут недоступны. Поэтому будьте внимательны, чтобы не было потом проблем, не пришлось крутить лишние круги. Далее, после того, как вы приходите в наше экспо, выдача стартовых пакетов будет осуществляться в досмотровой зоне стадиона. Если вы когда-нибудь заходили на футбол, вы знаете, это такие небольшие, как ангарные помещения, где обычно стоят металлорамки, где вы проходите досмотр. Вот там будет проходить выдача стартовых пакетов. Ваш ориентир — это кафе 108. Прямо напротив будет вот это помещение, будет очень много навигации, фонбриеры навигации и кубики навигации, волонтеры. Поэтому, думаю, что не потеряйтесь, следуйте навигации и обязательно придете на экспо. Очень важно, на этом старте мы не выдаем стартовые пакеты по доверенности, то есть только личное присутствие. Это касается и триатлона, и свимрана, и индивидуальной, и эстафетной команды. Эстафетные команды на триатлоне получают стартовые пакеты только все вместе, только три человека, которые принимают участие в эстафете. К свимрану, если вы не можете прийти и получить стартовый пакет в субботу, 20-го числа, вы можете сделать это 21-го числа, прямо утром перед стартом. В расписании есть диапазон времени, когда вы можете прийти и получить стартовые пакеты. Поэтому никто не получает по доверенности, только личное присутствие обязательно. Что вам необходимо предоставить? Это оригинал паспорта, оригинал медицинской справки. Лучше, чтобы у вас сразу была и копия, чтобы не стоять в очереди на копию справки, но обязательно и копия, и оригинал. Если нет возможности делать копию, ну очень хорошо постараться найти копию центра или сделать на работе, или дома. Если нет, вы сможете снять копию на месте, просто придется, скорее всего, постоять в очереди. И также обязательно страховка. Страховку не обязательно печатать. Вы можете нашим волонтерам при выдаче просто показать на телефоне. Ну, если она у вас уже в распечатанном виде, окей, но мы ее забирать у вас не будем. Нам важно просто проверить, что она у вас есть. После этого вам необходимо заполнить анкету участника. Вам ее выдаст волонтер, вам нужно будет проверить свои личные данные, внизу поставить дату, подпись. Это анкета о том, что вы понимаете все риски участия в данных соревнованиях, знаете риски вида спорта, берете на себя ответственность за свою жизнь и здоровье, подтверждаете, что вы готовы к участию. А также подписываете, что в случае утери чипа хронотража, о котором я расскажу далее, вы самостоятельно платите штраф в размере 5000 рублей. Что вы получаете в стартом пакете? Вам волонтер, после того, как вы писали анкету, надевает на руку браслет, цвета браслета. Вы можете посмотреть в инфокаталоге, как и вообще всю информацию о мероприятии. Она уже, инфокаталог уже есть в нашем телеграм-канале Timmerman. Посмотрите обязательно, мы выкладывали его 16 августа, кажется. Дальше, 18 августа всем участникам идет рассылка на электронную почту. Там тоже будет ссылка на этот инфокаталог, там более 40 страниц. Поэтому призываю вас обязательно посмотреть, изучить всю информацию. Если будут вопросы, пишите в телеграме, под постом каталоги или на почту. Мы будем стараться отвечать. Вообще, если будут какие-то вопросы, у нас будут брифинги перед стартом, непосредственно рядом с местом старта, с транзитной зоной. Поэтому там вы сможете тоже задать все волнующие вас вопросы. Ориентируйтесь, что за полчаса до старта вам нужно быть в районе транзитной зоны, в зоне старта. Это самое комфортное время, чтобы размяться, чтобы еще раз проверить всю экипировку, чтобы прослушать брифинг и зайти в стартовый накопитель и уже спокойно стартовать. Пожалуйста, рассчитайте время. Что могут быть пробки в городе? Потому что параллельно проходит много мероприятий в городе, соревнования, культурные мероприятия. Поэтому закладывайте обязательно время на получение стартового пакета, на постановку велосипедов в транзитку и вообще на подготовку. Очень важно. Вам необходимо получить стартовый пакет по расписанию. Посмотрите внимательно расписание. Позже мы выдать вам не можем, потому что закрывается транзитная зона. После этого невозможно поставить велосипед, а велосипед и другие ваши вещи вы не можете поставить без стартового пакета, потому что внутри находятся наклейки. Без них вас, судя, не допустит в транзитную зону. Итак, вернемся к стартовому пакету. Вам надевают браслет на руку, с которым вы должны быть все мероприятие. Вы его не снимаете, он вам не мешает. Это для того, чтобы мы вас могли спокойно запустить на старт. Далее, следить по вам, ваши входы, выходы в транзитку, отслеживать, что вы действительно участник, что не было передачи номера и так далее. Также, после финиша вы не снимаете по нему, вы получаете также набор финишера. Уже когда вы точно все получили, все забрали, везде пофоткались, вы можете снять его, а он остается вам. Дальше вы получаете стартовый пакет. Пожалуйста, посмотрите очень внимательно все, что у вас есть. Там внутри, помимо раздаточной продукции от партнеров, там есть обязательный стартовый номер, который вам необходимо будет надеть на велый беговой этап, на клейки, на шлем, на велосипед. Также вам волонтеры выводят чип. Вот мой совет, сразу наденьте его на лодыжку. На руку, на колени, на шею, куда угодно. Нет, он не сработает. Только уровень лодыжки, вот любая нога, какая вам удобная. И до финиша вы его не снимаете. То есть вы его надеваете, вы можете зайти, лучше зайти с ним в транзитку. Этот чип у вас будет проверять, судя, на ходе стартовый накопитель. Пожалуйста, не потеряйте его, не забывайте. Если на нем, на вас его не будет, мы не сможем вам засчитать прохождение дистанции, у вас будет дисквалификация стоять в общем протоколе. Если чип теряется, и вы его не возвращаете на финише, вы, к сожалению, я уже говорила, платите штраф в 5000 рублей. Поэтому будьте внимательны, не забывайте, мы очень рассчитываем на вашу внимательность, вашу память, поэтому будьте внимательны. Также в стартовом наборе у вас есть шапочка. Шапочка обязательно для надевания. То есть ту шапку, которую мы вам даем, обязательно необходимо надеть на старт. Если вам неудобно маленькое еще что-то, вы можете сначала надеть свою шапку, но сверху обязательно должна быть наша. Это очень важно, так как наши спасатели ориентируются на цвет шапочек, которые заявлены, и это очень важно и для судей, и для спасателей, чтобы не было путаницы, паники. Поэтому будьте внимательны. Вообще все цвета образцвета соответствуются там шапочке, вы не должны запутаться, так что будьте просто внимательны. Далее вы получаете стартовый пакет. Зона раздевалок и камер хранения находится рядом с экспо. Поэтому, если вы хотите уже полностью готовым пойти ставить велосипед и заводить вещи в транзитную зону, вы можете сразу переодеться и пойти уже в транзитную зону. Если у вас еще много времени, там у спринта, да, там 2-3 часа, там 2 часа до старта, вы можете дойти до транзитной зоны, от зоны выдачи экспо до транзитной зоны порядка 350 метров пешком вдоль стадиона, вдоль реки, там будет тоже навигация, вы видите. Нужно будет спуститься как бы вниз на пирс, там будет транзитная зона. Вы можете поставить велосипед, но вам уже нужно обязательно при входе в транзитную зону иметь застегнутый на голове шлем. Судя будет проверять, действительно работает у вас фиксатор. Три наклейки, лобовая часть, вот здесь двух боков наклейки. Наклейка под сиденьем на велосипеде. Все это у вас проверяется. Дальше на вас тоже должен быть стартовый номер. Если у вас есть резинка, замечательно. Все мы знаем и помним, что на велой этапе резинка у нас находится на спине. После того, как вы в транзитную зону вторую пришли уже с велой этапа, вам нужно будет номер перевернуть. Соответственно, при входе в транзитную зону вы номер также показываете и оставляете его на руле велосипеда, когда стоит велосипед. Велосипед цепляется за сиденье, оставляется в транзитной зоне. Далее, у вас стоит у каждого индивидуальный ящик. Вы в транзитную зону идете, все номера соответствуют вашим стартовым номерам. Поэтому, например, у вас номер 15, вам нужно пройти по транзитной зоне, найти номер 15, найти ящик номер 15. Вы вешаете на велосипед свой велосипед, видите ящик номер 15, рядом с ним складываете свои вещи. В ящике до начала соревнований он пустой, у вас там ничего нет. Все ваши личные вещи кладутся рядом. Ну, то есть, если у вас не велотуфли, то это кроссовки. Велотуфли можете сразу закрепить на педалях велосипеда. Та же вещи, которые вы будете надевать на велосипедный и леговой этап. Итак, вы оставили все необходимые вещи, вы подкачали колеса. Больше вы заходить в транзитную зону не сможете после времени, о котором мы говорили. Поэтому будьте внимательны тоже. Внимательно смотрите расписание у вас, основное, мой посылок. Там все написано, мы ничего не меняем, все, как мы сказали, так и будем работать. Поэтому будьте внимательны. Если у вас остается время, вы можете вернуться к экспо, посмотреть наших экспонентов, наших партнеров, которые представлены. Можете подойти, узнать там про гравировку, посмотреть мерч, что-то докупить, если вам необходимо. Далее, стоят два шатра, мужская и женская раздевалка. Вы можете переодеться и сдать вещи в камеру хранения. Камера хранения – это стационарное здание, как раз обратная сторона кафе 108. Но там тоже будет навигация, поэтому думаю, что вы сможете найти место. Напоминаю, что раздевалок в районе старта самого не будет. То есть раздевалка прямо напротив экспо. 350 метров до старта. На старт мы не делаем раздевалку или камеру хранения. Поэтому никакие вещи вы с собой уже не берете, когда идете на старт. Вы идете на старт. За 15 минут до старта мы проводим брифинг прямо рядом с стартовой зоной. Вы задаете все возможные вопросы, мы с вами стартуем. Стартуем по системе роллинг. На старт будет вести вниз лесенка. Вы будете выстраиваться по 4-5 человек. Мы расставим конусы, будет понятно, как выстраиваться. Стартуем через каждые 5 секунд. Олимпийка. Внимание, у вас два круга. Но второй круг вы не выходите на берег. То есть у вас нет австралийского выхода. Вы оплываете дополнительный четвертый буй. Он будет находиться практически рядом с берегом. И дальше уже уходите на второй круг. У спринта этого четвертого буя нет. Спринт 3 буя. Делаем один круг. И выходим. Сначала плывем на самый правый буй. Далее. Олимпийка же делает два круга. На второй круг выходит так же. И так же выходит на берег. Еще на предстартовом брифинге еще раз на местности все покажем. Должно быть все понятно. Очень надеюсь, что все и будет понятно. Далее. Что касается выхода с плавания. Вы выходите с плавания. А, забыла сказать важно. Если вы чувствуете, что вам становится плохо. У нас работает большая команда спасателей. Ваша задача поднять просто руку вверх. Индивидуальных буев у вас нет. Поэтому, если вам становится плохо. Вы чувствуете, что все у вас нет сил. Или просто вы имеете право на подплывшей лодке просто подержаться. Отдохнуть и дальше продолжить соревнования. Если уже говорите, что после этого все не могу вытаскивать. Они вас вытащат. Спасатели также знают лимиты преодоления дистанции. Если вы выходите за лимит. Во сожалению, уже судьи или спасатели будут снимать. Поэтому не обессудьте. Это правило и это ваша безопасность. После того, как вы уходите с плаванием, поднимаетесь по лестнице. Поворачиваете направо и бежите по ковру. Забегаете в транзитную зону. И бежите направо к своему месту. Далее вы снимаете очки, шапочку. Если у вас гидрокостюм. Кстати, по температуре воды мы сообщим за сутки дополнительно. За час будет каждого старта контрольное время. Объявим, возможно ли участие в гидрокостюме или нет. Если будет разрешен гидрокостюм, снимаете гидрокостюм и складываете это уже в ящик. Далее вы надеваете шлем, застегиваете его. Надеваете номер сразу на спину. Берете велосипед. Надеваете обувь. Кроссовки или велотуфли. Или можете босиком преодолевать дистанцию. Если вам удобно. В смысле, если у вас вилотуфли пристегнутые к велосипедам. Дальше вы двигаетесь. В любом случае всегда прямо. Вот где бы ваш велосипед не стоял, вы всегда двигаетесь прямо. То есть если вы взяли велосипед и обратно возвращаетесь, значит что-то неправильно. Мы еще раз обсудим движение транзитной зоны уже на месте. Потому что несколько раз в одно и то же место вы заходите. У вас три коридора будет. Это выезд на вел, возвращение с вела и выбег на третий этап. Все будет разделено конусами. Но чтобы вы не запутались, мы еще на месте это тоже обязательно обсудим. Далее вы берете велосипед и рядом идете. Вы не садитесь на велосипед. Вы не начинаете бежать. Вы в спокойном темпе. Рядом с велосипедом начинаете движение по транзитной зоне. Вы поднимаетесь по горочке и уже на дороге, на основной вокруг стадиона у вас зона посадки. Зона посадки будет обозначена судьями. Они будут махать флажками, будут отслеживать. Если вы нарушаете правило, садитесь на велосипед раньше или спешиваетесь позже, вам будет именено правило Stop and Go. Что это такое? Судья имеют право вас остановить и оштрафовать на 10 секунд. Если вы с расстегнутым шлемом или расстегнули раньше или не застегнули, если вы нарушаете правила триатлона, если вы проявляете неспортивное поведение, а также, как я уже сказала, более ранняя посадка или спешивание с велосипеда. Поэтому будьте внимательны, смотрите на судья, они вам все подскажут. Вы выезжаете на велоэтап. Вот поднялись с транзитной зоны и налево. То есть, вот запомните для себя, вышли с транзитки налево вело, направо вверх. Итак, Олимпийка у вас 4 круга, спринт у вас 2 круга. Трасса клевая, прямая, улица Севгат-Хакима, под мостом Миллениум. Ну, короче, кайф поездить, кайфануть, посмотреть на прекрасные виды Казани. После того, как вы заканчиваете велоэтап, я, кстати, еще хочу сказать, что судьи вашей круги не считают. Это ваша собственная обязанность, задача, просчитать свои круги. То есть, знаете, система хронотража будет вас отслеживать. Но если не будет одной отметки хотя бы, мы будем вынужденно вас дисквалифицировать, потому что, значит, вы где-то срезали. Что еще хотелось сказать правило и так. У нас разрешен драфтинг. Будьте внимательны. Огромная просьба не выезжать на встречное движение. Мы ездим на велосипеде по правилам дорожного движения. Соответственно, по правой стороне мы движемся. Будьте внимательны. Не выезжайте на встречки. Вы можете причинить себе травму вашему коллеге-спортсмену, который движется к вам. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны. Вот это нарушение правил дорожного движения никому пользы не принесет. Вы заканчиваете велый этап. Там, где была зона посадки, там же зона спешения. Вы слазитесь с велосипеда, так же рядом с ним, забегаете в транзитную зону и снова направо. То есть вы, выезжая, забегаете и направо. Дальше так же спокойно двигаетесь против часовой стрелки. Находите снова свое место. Ставите велосипед. Снимаете шлем. Шлем тоже кладется в корзину. Далее. Бегом вы начинаете двигаться. Переворачиваете номер на живот. И выбегаете в транзитную зону, поворачиваете направо. Итак, олимпийка, беговой этап 2 круга, спринт 1 круг. Что важно отметить. Финиш находится в другом месте от старта. Он находится напротив выдачи стартовых пакетов. Вы увидите большая арка казанского триатлона. Ваша задача после олимпийка 2 круга финишировать. После первого круга вам туда забегать не надо. Вы побегаете мимо нее, бегаете на второй круг. Поэтому будьте внимательны. Посмотрите еще раз все карты. Если будут вопросы, лучше уточняйте у судей, чтобы убежать правильно. По точкам питания они будут на вело и на беговых этапах. Пожалуйста, посмотрите. Тоже в социальных сетях у нас будут все карты. Что, где, на каком километре. Также будьте внимательны. Напоминаю, что на беге тоже есть отметки системы хрометрожа. Также обязаны их пройти. Пожалуйста, нигде не срезайте. Все развороты выгрожены либо конусами, либо фан-барьерами. А даже судим. Поэтому лишнего вы не пробежите. Пока не видите разворот, бегите прямо, как говорится. После финиша. Когда вы финишируете. Очень важно сдать чип хрометрожа нашим волонтерам. Они взамен вам выдадут набор нашего прекрасного финишера, победителя. И ура, аллилуйя, финиш и преодоление очередной дистанции. Я думаю, что вкратце я, наверное, смогла рассказать. Если будут вопросы, пожалуйста. Даже если вы посмотрите мой бриф, и у вас появятся вопросы, напишите нам. Мы мониторим в соцсети, отвечаем на вопросы. И я надеюсь, что мой бриф чем-то помог вам. Ответил еще на какие-то вопросы. Что касается... Это что касается триатлона. Что касается свимрана. Свимрана, на следующий день. 3,6 километра. Соответственно, у вас 3,6 кругов. Но очень важно помнить, что последний круг вы не заворачиваете обратно к воде, а пробегаете прямо. Также до арки финиша. То есть каждый круг вам в эту арку бегать не надо. Она у вас только на последнем круге. То есть у вас нет последней петли обратно к воде. Вы бежите прямо до экспо и заворачиваете в арку. Также у нас будет с вами брифинг за 15 минут до старта. То же самое с раздевалками. Будьте внимательны. Лучше сразу оставить все вещи около финиша. И пешком там 300-350 метров дойти до старта. Также участие обязательно в наших шапочках. Обязательно с браслетом. Обязательно с чипом хронотража. Свимран, чип хронотража вы получаете перед входом в стартовый накопитель. Вас будут маркировать судей. И сразу выдадут вам чип. Маркировка триатлетов, который будет ср. 20 августа. Также будет проходить перед входом в стартовый накопитель. Что еще? Я думаю, что наверное все. Все, почти уложилось 20 минут. Я уже еще раз повторюсь, что если будут вопросы, пишите. Мы будем на них стараться отвечать. Нам очень важно, чтобы гонка пошла для вас комфортно. Просим соблюдать правила поведения на дистанции, правила дорожного движения. Если вам станет плохо, или вы чувствуете, что все уже не можете, пожалуйста, не нужно издеваться над собой. Останавливайтесь, отдыхайте, передышитесь. Если плохо, обратитесь к стюардам, судьям, волонтерам, медикам, которые дежурят на трассе. Мы вас очень ждем на финише. Счастливыми, здоровыми. И я уверена, что старт пройдет прозамечательно. До встречи на старте, друзья. Спасибо.